Продолжение следует... Анестезиологическое осложнение – это ущерб, причиняемый пациенту, которого можно было бы избежать при нормальном течении анестезии. Продолжение следует... Анестезиологическое осложнение – это у нас в стране такой четкой регистрации нет, в отличие от ряда зарубежных стран. Хотя, несмотря даже на существующие национальные базы данных по регистрации различных осложнений, если мы обратимся к Рональду Миллеру, то мы увидим, что от 50 до 96% критических инцидентов не регистрируется. На сегодняшний день мы можем сказать только то, что смертность от наркоза колеблется в пределах от одного случая на 100 тысяч, от одного случая на 500 тысяч. Вы видите, разброс довольно-таки большой. 50% осложнений и критических инцидентов под литературным данным являются предотвратимыми. Мы обратились для того, чтобы определить все-таки, какая степень осложнений и частота встречаемости осложнений, потому что мы уже сказали, что регистрация этих осложнений по историю болезни происходит не всегда. И по отчетам это тоже, к сожалению. Мы обратились, чтобы понять все-таки, какие же осложнения возникают к материалам комиссионных медицинских экспертиз. И, как видно из представленного слайда, число этих экспертиз с каждым годом увеличивается, с каждым годом увеличивается число экспертиз с участием врача-анестезиолога. Какая классификация осложнений существует? Это манипуляционные осложнения, различные повреждения сосудов, нервов, тканей, лекарственные ошибки, введение дозирования и анафилоксия. Технические осложнения – это поломка непосредственно наркозно-дыхательной аппаратуры, мониторов, аппаратов и человеческий фактор, как причина этих осложнений до 87%. На манипуляционные ошибки приходится 28%, незнание – 23%, пренебрежение безопасностью – 16%. И вот если мы обратимся к нашим уже данным, именно комиссионных судебно-медицинских экспертиз, то, уважаемые коллеги, обратите внимание, что, по сути дела, незнание или слабое знание алгоритмов или причин возникновения и патогенеза возникающих осложнений достигает практически 90 с лишним процентов. Структура дефектов анестезиолого-ременационной помощи наиболее часто – это дефекты лечения до 64%, а также непосредственно организационные дефекты и дефекты диагностики. И вот мы, если с вами посмотрим на дефекты лечения, то явно из этой таблицы видно, что наиболее превалирует из дефектов лечения – это дефекты при обеспечении проходимости дыхательных путей до 67%. И мы сегодня попробуем, как раз я в своем докладе попробую остановиться, именно на ряде дефектов при обеспечении проходимости дыхательных путей, потому что на всех этих дефектах остановиться в течение 30 минут просто не представляется возможным. Трудные дыхательные пути, трудная интубация – это тогда, когда происходит более трех попыток прямой или непрямой лярингископии, каждая попытка отличалась от предыдущей по технике выполнения. Эпидемиология. 95% интубации не вызывает проблем, но лярингоскопическая картина 2-3 класса по корму требует неоднократных попыток или внешних манипуляций. Посмотрите, разброс данных от 1 до 18%. Неудачная интубация составляет от 5 до 35 случаев на 10 тысяч интубаций. И самое, в общем-то, страшное – это, наверное, вот эта строка, эта ситуация – нет интубации, нет вентиляции – встречается до 4 случаев на 10 тысяч интубаций. И по данным опросов анестезиологов Российской Федерации, частота встречаемости проблемы труднодыхательных путей примерно соответствует данным мировой статистики где-то от 2 до 5% всех интубаций. Мы хорошо знаем классические приемы выявления труднодыхательных путей и классификация малоампатии. Вот обратите внимание, что интересно, что классификация малоампатии. Вот класс 2 уже, да, мы можем столкнуться с маккормаком градации от 1 до 4 степени градации. То есть мы можем при внешней благополучной интубации столкнуться с интубацией, когда выполнить ее и невозможно. Мы знаем хорошо тесты различные, в частности, тест Патио, тест САВА, которые здесь отражены. Во время, непосредственно, когда я говорил об этом слайде, наверное, все еще раз прочитали значение этих тестов. Существуют классические приемы выявления труднодыхательных путей, правила 3.3.2 по открыванию, они простые очень, по открыванию рта, по расстоянию от подбородка до подъязычной кости, по расстоянию от щитовидного хряща до подъязычной кости. И на основании вот этих вот непосредственно ранее представленных данных и ряда других сформировано большое количество, изображено у нас 6, в частности, прогностических шкал трудной масочной вентиляции и интубации. И я хочу сказать, только здесь 6, а их гораздо-гораздо больше. То есть, единой классификации, которая отвечала бы всем требованиям по определению непосредственно трудной интубации, вернее, не классификации, а именно прогностической шкалы, наверное, такой вот наиболее оптимальной, отвечающей всем нашим вопросам, на сегодняшний день, к сожалению, нет. Если мы обратим внимание на обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, которые непосредственно в виде рекомендаций опубликованы Федерацией анестезиологов и реаниматологов, то я хотел бы обратить внимание на следующее. Вот мой практический опыт такой подсказывает, что то, что может быть трудная интубация, мы можем определить, и в ряде случаев, когда это хорошо видно, особенно по анатомии или по анамнезу пациента, это не так сложно. Не так сложно просчитать и выучить вот те рекомендации, которые существуют по выполнению непосредственно трудной интубации, но есть такой момент, вот в частности, вот этот пункт номер 7, вот рекомендуемое содержание укладки для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. Посмотрите, надгортанные воздуховоды совершенно различного типа, поколения, комбинированные трахеопищеводные трубки, специальные ларингоскопы, непосредственно аппаратура для фибробронхоскопии. Во всех наших клиниках есть то, что вот я в частности перечислил. К сожалению, нет, поэтому иногда и те рекомендации, которые существуют, их невозможно выполнить, потому что нет средств для их выполнения. Это вот один из тех серьезных вопросов, которые я хотел бы поднять. В частности, вот посмотрите, пожалуйста, существует использование интубирующей ларингиальной маски Эльмаа. Показывает очень высокую эффективность в ряде случаев до 100%, от 90% до 100% в зависимости от возможности вентиляции и состояния непосредственно самих дыхательных путей. Существуют окологортанные воздуховоды, в частности, здесь 4 воздуховода, примерно схожие очень непосредственно конструкции представлены. Они тоже дают довольно высокую эффективность при выполнении интубаций в случае трудных дыхательных путей. Ларингиальная трубка с каналом для дренирования желудка. Вы обратите внимание, здесь непосредственно дренируется как устанавливается дыхательный путь и устанавливается дистальный отдел трубки в трахею, так и в пищевод для предупреждения непосредственно регургитации. И возможно использовать, в частности, эту трубку при фиброоптической интубации. Видеолерингоскоп решает очень многие проблемы, кроме того, и с юридической точки зрения, когда мы можем, видите, сделать во время манипуляции снимки различные. Видеоэндоскоп для интубации трахеи тоже один из таких девайсов, очень важных для выполнения трудной интубации. И вот здесь я хотел бы остановиться. Здесь, конечно, не связано с проблемой трудными дыхательными путями, но что здесь очень важно. Обратите внимание, пациентке при хорошей обработке слизистой ротоглоки мы можем совершенно спокойно визуализировать голосовую щель и выполнить непосредственно в последующем интубацию. Наборы существуют для быстрой трахеостомии, мини-коникотомии и дилетационной трахеостомии. Нужно сказать, что наш центр имеет довольно большой опыт работы, правда, в плановом порядке, когда мы переводим непосредственно пациентов, выполняем трахеостомию. Но нужно помнить, что не рекомендуется он для использования у пациентов с ожирением. Тут нужно очень большой опыт иметь, чтобы выполнять у пациентов с ожирением. И тогда, когда нарушена анатомия шеи. Здесь, конечно, могут быть и серьезные, а сложнее при выполнении этой манипуляции. Интубация использования специальных лярингоскопов, Макоя. Он достаточно распространен, очень часто его можно встретить в клиниках, но он, к сожалению, не всегда решает проблему. Интубация с использованием нового лярингоскопа, который вы видите на правой части непосредственно этого слайда. Данный лярингоскоп оснащен системой визуализации процесса интубации, имеет уникальный угол изгиба клинка. Но я, к сожалению, во многих клиниках нашего города и страны, я ни разу не видел этот лярингоскоп. Очень важный такой момент – это основные клинические показания для проведения ретроградной интубации трахеи. И вот я хотел бы, уважаемые коллеги, отослать вас к статье доктора Чаулина «Ретроградная интубация трахеи», где обработана литература, как наша, отечественная и зарубежная, где четко выставляются показания к выполнению ретроградной интубации трахеи, в частности, при непосредственно трудных дыхательных путях. Как она выполняется? Вот здесь на четырех непосредственно схематических изображениях это все отражено. Прокол, пресневидно, мембраны толстой иглой туохи. Проведение по игле проводника, возможно, эпидурального катетера. Он тоненький, но он такой вот упругий, и повредить его довольно сложно. Далее проведение эндотрихиальной трубки по проводнику до входа в трахею и срезание проводника, и выполнение интубации трахеи. Об этом методе нужно помнить, как на таком вот критической ситуации. Если мы возвращаемся к непосредственно нашим данным города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, данным комиссионных экспертиз, частота дефектов при обеспечении проходимости дыхательных путей, что основное вы видите, это дефекты при прямой лейерингоскопии и интубации трахеи 57,5%. Если мы обратимся к рекомендациям, то я должен сказать, что отражены там 6 алгоритмов. При различных непосредственно ситуациях разберем один из них. Это непрогнозируемая трудная интубация при быстрой последовательной индукции с высоким риском аспирации. Приведем потом клинический пример. Преоксигенация. Удобное положение для выполнения интубации. Индукция в анестезию, но с приемом сцеллика с учетом риска аспирации. Интубация трахеи не более двух попыток в течение двух минут. При сатурации более 90%. Масочная ИВЛ при сатурации меньше 90% на фоне сцеллика. Раннее применение альтернативных устройств, о которых мы говорили. Использование различных непосредственно надгортанных воздуховодов или рингеальных масок. Если это все успешно, замечательно. Но разбираем варианты худшей. Неудача. Снижение сатурации менее 90%. Обеспечение вентиляции непосредственно надгортанного воздуховодов второго поколения. В том числе и с использованием интубирующих масок. Вентиляция неадекватна. Сатурация снижается прогрессивно ниже 90%. Мы рассмотрим. Если вентиляция возможна в этот момент, это хорошо. Тогда пытаться интубировать через непосредственно специально установленные интубирующие маски. Если вентиляция неадекватна, мы понимаем, что усугубляться будет непосредственно снижение сатурации. Это крикотереотомия, а далее общая анестезия ИВЛ через непосредственно интубирующую маску. Или же выполнение тарахиостомии на фоне вентиляции, опять же, через дыхание вначале, через установленную ранее маску. Вот упрощенный вариант. План А. Создание оптимальных условий для прямой лирингоскопии. При неудачной интубации установка лирингоальной маски, фиброоптической интубации через лирингоальную маску. При гипоксимии ниже 90% план С. Переход на ИВЛ маской. Оксигенация, отмена операции и пробуждение больного. А при сохраняющейся гипоксимии экстренная крикотереотомия, оксигенация и пробуждение больного. Всегда ли все это просто? Схема есть. Посмотрите, и вся аппаратура есть, и опытные специалисты рядом. Пациент Гордон Ивинс, 44 года. Повторная фиксация перелома дистальной фаланги мизинца правой кисти. Эндотрихиальный наркоз предыдущий без особенностей. Из-за осмотра анестезиолога движение в шейном отделе позвоночника в полном объеме. Шкала маломпатия 1. Тереоментальная дистанция 7 сантиметров. Индекс массы тела 40. Наличие гастроизофигального рефлюкса вследствие хеотальной грыжи. Настораживает высокий индекс массы тела. Так в целом все благополучно. Индукция. С моей точки зрения, конечно, дозы здесь недостаточны для такой индекса массы тела. Но авторы пишут. Фентанил 100 микрограмм. Теопентал 500 миллиграмм. Сукценихолин 100 миллиграмм. На фоне выполнения приема сцелика. Попытки лярингоскопии и интубации неудачно вводится. Лярингоальная маска номер 4. Вентиляция возможна. Сатурация 97%. Принимается решение заменить лярингоальную маску на интубирующую лярингоальную маску. Ввести интубационную трубку в номер 8 не удается. Тахигардия 136. Гипертензия до 215. Сатурация снижения до 51%. Через интубирующую лярингоальную маску проводится интубационная трубка номер 7. Сатурация 91%. Отмечается наличие крови в полости рта. Удаляется интубирующая лярингоальная маска, чтобы визуализировать источник кровотечения. Но при удалении интубирующей лярингоальной маски обрывается канал манжеты эндотрихиальной трубки. Происходит разгерметизация контура. Снижение сатурации 69%. Интубирующая маска удаляется вместе с эндотрихиальной трубкой. Попытка введения эндотрихиальной трубки номер 9 по катету рукука неудачна. Две попытки двумя врачами. Отмечается препятствие на уровне голосовых связок. Интубирующая маска вводится обратно. Вентиляция восстановлена. Вот здесь очень важный момент. Сатурация 92%. Сложности очень большие. Остановитесь. Но катетер Кука остается в трахе. Не получив инструкции о потоке кислородов катетер Кука, медсестра восстанавливает максимально возможное 15 литров в минуту. Попытка фиброоптической интубации. Используется эндотрихиальная трубка номер 7. Вводится 25 мг ракурониума. Проводится попытка фиброоптической интубации. Через интубирующую легальную маску отмечается выраженный отек. Невозможность определения каких-либо анатомических ориентиров. В момент второй интубации бронхоскопом и после подачи кислорода через катетер Кука нарастает быстро нарастающий отек. Производится пальпация зон отека. Крепитация не отмечается. Расценивается как анафилоксия на ракуроне. Вводится адреналин. Добавляется медозолам. Эффекта нет. Сатурация 40. Пульс 42. Вызывается хирург для трахеостомии. Попытка пункции крикотироидной мембраны неудачна. Из-за отека в этот момент клиническая смерть. Начата сердечно-легочная реанимация. При проведении компрессии отмечается громкий треск со стороны нижней части живота больного. Состояние расценено как эмфизема вследствие напряженного пневмоторекса. Обе плевральные полости пунктируются. Получен воздух и дренируются. Проводится рентгенография. Одновременно лор-врач прибывает для трахеостомии. Обращает внимание на то, что кислород продолжает подаваться с потоком 15 литров в минуту. Поток уменьшен до 2 литров в минуту. Рентгенография подтверждает двухсторонний пневмоторекс и эмфизему. Восстанавливается сердечный ритм 30 минут. Проводится трахеостомия. Гипоксимия не разрешается. Повторная рентгенограмма показывает частичное расправление легких у пациента асисталия. Дважды адреналин. Сердечно-легочная реанимация без эффекта. Зафиксирована смерть. Изучение второй рентгенограммы показало, что катетер Кука прошел правое легкое, пенетрировал плеору и расположился в межреберных мышцах. И из рекламы. Катетер Кука предназначен для неосложненной, а травматичной эндотархиальной замены трубки. Спасибо. Ну вот, коллеги, как мне вспомнить классиков наших, проводниковая анестезия по Лукашевичу Оберсту. Частота повреждений трахеи. Редкое, но фатальное осложнение. С такими вещами мы, к сожалению, сталкиваемся и в нашем центре. Частота повреждений трахеи при интубации составляет до 0,2%. В одном проценте случаев всех интубации, видите, разброс каких данных, да. И при использовании двух просветных трубок частота может встретиться от 1 до 200 случаев. Вот работа доктора Романа Чишина, очень интересная. Разрывы трахеи вследствие перераздувания манжеты наблюдается. К сожалению, у меня в практике тоже был такой вот случай. Я хотел бы обратить внимание, что существуют, мы это хорошо знаем, различные механические факторы, анатомические факторы, которые могут способствовать разрыву трахеи. Но хотел бы обратить внимание на перераздувание манжеты, даже не из-за диффузии оксида азота в манжету, а и репозиционирование трубки без дефляции манжеты. Нужно помнить, что давление накачивания манжеты не должно превышать 30 см водного столба или 22 мм ртутного столба. И вот здесь очень важно использовать непосредственно для определения давления, помните, мы говорили на предыдущем слайде, какое должно быть давление непосредственно в манжете, использование специальных манометров, а также непосредственно эндотрихиальных трубок низкого давления. И вот то, что очень часто мы видим в практике, когда почему-то сестричкам нашим очень нравятся вот эти вот шприцы для рингальных масок, а здесь вот ввести необходимый объем 8 мл или 6 мл бывает очень сложно, и когда набирается этот шприц и вводится быстро в воздух, то мы можем здесь получить опасность пневмоудара. Вот в моей практике был как раз такой случай, когда ввели резко довольно большой объем воздуха, и произошел разрыв трахеи, благополучно, к счастью, в общем-то, закончившийся. Клинические проявления повреждения трахеи, они хорошо известны. Это дышка, кашель, кровохароканье, подкожная эмфизема. Но здесь очень важно то, что в ряде случаев отмечается эта клиника через 100 часов. Через 100 часов. Тактика лечения. Если мы обратим внимание, то хирургические методики этого лечения происходят тогда, когда происходит разрыв трахеи вместе с повреждением пищевода или медиастенитом. Вот здесь вот видно на этой строке. А в других случаях возможно лечение непосредственно и консервативное, но очень важно проводить это все в специализированном центре, где есть возможность выполнения эндоскопической инстилляции фибринового клея. Все ли мы знаем об осложнениях и осложнение ли это? Очень интересная кандидатская диссертация. Валерия Александровна Корякина вышла. Мы в свое время консультировали наших коллег, это судебные медики. Судебно-медицинская характеристика и оценка повреждений при интубации трахеи. Выполнена уникальная методика, а именно специально обрабатывались непосредственно все хрящи, которые вы сейчас будете увидеть представлены. То есть это не классическое вскрытие. И вот около 70 пациентов было, которых интубировали экстренно на этапе скорой помощи при поступлении в реанимацию и также при выполнении экстренных операций. И что же обнаружили? В 30% случаев обнаружили повреждения подъязычной кости при интубации. Вы видите здесь хорошо на этом слайде эти повреждения. Повреждение щитовидного хряща 36%. Повреждение щитовидного хряща 34%. Механизм. Вот он хорошо здесь видно его. Тогда, когда идет противодействие, с одной стороны мы начинаем интубировать, а с другой стороны выполняем репозицию или прием сцельника. Вот они наши пальчики. Я впервые показываю этот слайд, потому что мы объяснение четко не смогли найти ему. Вы видите, что в 20% случаев были и повреждения хрящей трахеи при интубации. Полные переломы второго и пятого полуколец трахеи. Травмы предшествующей шеи у пациентов не было. Почему это очень важно знать? Потому что если мы обратимся к медицинским критериям, определяющим степень тяжести вреда, то соответствующий пункт, мы читаем перелом хрящей, гортани или трахеальных хрящей, является вредом здоровью, опасным для жизни человека, создающим непосредственную угрозу для жизни. Таким образом, это является тяжким вредом здоровью. Анафилактические реакции, которые развиваются чаще всего на релаксанты, на интубацию до 70% случаев, частота возникновения 1 на 2500 на 1 на 20 тысяч операций, но летальность от 3 до 9% случаев. Тут очень важно помнить, что единственный препарат, который остановит дегрануляцию тучной клетки, это адреналин. На этом слайде вы видите дозировки адреналина, для удобства в вашей работе это все представлено. Помнить нужно, что при рефракторности к адреналину, особенно у пациентов, получавших ранее бета-блокадеры, переход на норадреналин или глюкогон. И завершаем мы некоторыми нашими казуистическими случаями, которые возникли во время нашей поседневной работы. Установка ларингальной маски. Тампонада ротоглотки. И анестезиолог обращает внимание, что нарушена проходимость непосредственно, герметичность, нарушена герметичность дыхательного контура. По репозиции маски приводят к тому, что тубус отсоединяется. По всей видимости, он уже был отсоединен. А ларингальная сама маска осталась непосредственно стоять уже в ротоглотке, в том месте, где ей было положено. Что самое сложное оказалось. Мы видим эту маску при помощи ларингоскопа. Пальцами не достать. Корцан к прямой, с учетом изгибов ротоглотки, не достать. Щипцы мегила помогло, чтобы были рядом щипцы мегила. Это к вопросу об укладке. Неожиданное повышение непосредственно пикового давления у ребенка двух лет во время проведения искусственной вентиляции легких. Санация невозможно было выполнить. В переинтубации вы видите обструкцию непосредственно эндотрихиальной трубки. После интубации пациент просыпается и говорит, что нету бигуля. Анестезиолог не помнит непосредственно, были ли все зубы или нет у пациента. Но было решено сделать все-таки КТ легких. И мы обратили внимание, непосредственно вот находится этот бигуль. Был удален при помощи бронхоскопии. Ну а вот этот случай говорит тогда, что один раз в жизни пустое ружье стреляет. Пациент был переведен, это все на моих глазах происходило, был переведен в палату интенсивной терапии. Готовились к экстубации. В этот момент сестра вешала непосредственно пакет с плазмой. И то ли плечом, то ли локтем задела вот этот непосредственно такой вот отросточек. И он отломился, и этот отросток попал непосредственно в эндотерхиальную трубку. Пытались его поймать, но вот получилось так, что он попал как раз в саму трубочку. Тоже пришлось уже ввести обратно в анестезию пациента наркоз. И после этого выполнить бронхоскопию. Ну и в заключении, конечно, нужно помнить о том, что очень важно, конечно, для нашей работы рутинная протоколизация, о которой сегодня тоже пойдет речь, это использование различных контрольных листов. Вот в частности анестезиологический чек-лист, это наши зарубежные коллеги выполняют в предоперационной перед интубации. Это различные учебные тренинги, которые нам необходимы, в том числе и по трудным дыхательным путям. И вот в заключении, на мой взгляд, очень важно, вот эта триада, обеспечь протоколы, да, должны быть обязательно протоколы, и под них должно быть оборудование, вот эта вот работа с администрацией. Научи логистика обучения и критерии оценки должны быть. И последнее, это спроси контроль и анализ. И дальше идет все повторно по кругу. Спасибо, глубоко уважаемые коллеги и наше отделение, оно передает вам всем большой привет и успехов в нашей повседневной работе. Коллеги, спасибо.